Перевел и озвучил Гордеев Сергей специально для bjgmania.ru Свип из позиции колена на животе Сейчас мы рассмотрим отличную защиту, когда вы снизу в позиции колена на животе Для того, чтобы у вас все удалось, вам необходимо иметь отработанный уход креветкой и подвижные бедра Итак, Нельсон сверху в позиции колена на животе, и здесь мне нельзя расслабляться Первое, что мне нужно сделать, вместо того, чтобы давить на его колено Потому что так вы попадетесь на прием Вместо этого, вот эту руку нам нужно аккуратно расположить сбоку от колена Так, повернемся Вот прямо здесь При этом не поднимайте свой локоть, потому что попадетесь на рычаг локтя Просто аккуратно положите руку Если вам все же хочется что-то схватить, захватите штанину на икроножной мышце, но это совсем не обязательно Еще повернемся Так, из этой позиции правой рукой я захватываю его штанину И далее делаю уход креветкой Во время того, как я буду выполнять уход креветкой, мне нужно, чтобы его колено опустилось прямо вниз Ведь уход креветкой предполагает не только движение таза, но и поворот туловища на бок То есть я сдвигаюсь в сторону При этом левой рукой я опускаю его колено прямо вниз Это именно то, что нам нужно Правой рукой я продолжаю держать его штанину Можно продолжать держать у лодыжки или подняться к колену, это ничего При этом левую руку мы поднимаем и сзади захватываем пояс С другого угла вы все увидите И вот здесь начинается самая важная часть Мне нужно упереть свои бедра ему в колено сзади И мне нужно давить до того момента, пока его колено не уйдет из-под него, чтобы его бедро оказалось на мне Иногда хватает одной креветки, иногда требуется 5-6 Когда я его как бы преследую, мы рассмотрим это немного позже Как только вес его тела расположился на мне Правой рукой я все так же держу хороший захват Креветка, креветка, еще креветка Пока я не повернусь на 180 градусов Это уход креветкой на 180 градусов Мой зад смотрел туда, теперь сюда Правой рукой я давлю на его ногу Поворачиваюсь и захожу на него Прямо в боковое удержание Так, начинаем все сначала Левой рукой захватываем его штанину Правой рукой то же самое Креветкой ухожу в сторону, чтобы его колено опустилось на землю Теперь, левая рука переходит на пояс В этой позиции здесь наблюдается свободное пространство И нужно как можно быстрее его нивелировать Двигаемся, двигаемся, отлично, он на мне Колени на пол, креветка Поворачиваемся в другую сторону И я на нем Не пытайтесь замоститься, когда соперник на вас Нужно уходить креветкой из-под него Потому что так вы зайдете прямо в боковое удержание А вот если попытаетесь замоститься То у него будет время начать что-то делать И вам нельзя давать ему это время Левой рукой захватываю штанину на икроножной мышце Правой рукой захватываю штанину Ухожу креветкой Я лежу на боку Левую руку поднимаю, захватываю его пояс Сразу же пытаюсь вставить бедра под него Иногда придется так двигаться за ним Отсюда опираемся на пол Креветка, креветка и все Теперь рассмотрим ситуацию, когда мне нужно его преследовать Левой и правой рукой берем захваты Контролируем его Креветка Его колено опустилось Теперь мне нужно вставить бедра под него Но он продолжает уходить от меня в сторону Уходит, уходит Но я преследую его В этом преследовании соперник пытается как бы убежать от вас Но если представить круг То он бежит по внешней стороне А вы внутри круга, что уменьшает траекторию Просто преследуйте его Преследуйте, преследуйте, преследуйте Не отпускайте андерхука Как только почувствуете, что его вес тела расположился на вас Вместо того, чтобы продолжать передвигать таз в том направлении Как почувствуете, что его бедра оказались на ваших Ложитесь на спину и креветка в другую сторону Это отличный эффективный свип И его успех зависит от того, насколько подвижны ваши бедра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!